Матвиенко призвала не паниковать из-за санкций. Панике не поддавайтесь, организованно спасайтесь. Путин подписал указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности. Это анекдот, это надо было 1 апреля подписывать. В Госдуму внесли закон проект, вводящий наказание 15 лет тюрьмы за распространение фейков о действиях вооруженных сил России. Новая статья, но понятно, что фейками будет называться «Правда» 15 лет. То есть у меня там было 11 составов России, в котором меня обвиняли. Последний раз, наверное, уже 12, потому что там новые какие-то статьи вводили, я так понимаю, их тоже ко мне применять. Вот еще новые будут, вот эту еще применять. То есть 13, наверное, уже составов преступлений. Прикольно, на пожизненку, я так понимаю, что себе намотал. Но с учетом особенностей военного времени, конечно, это расстрел. Приятно понимать, что в родной стране, блядь, упыри, которую захватили, хотят тебя расстрелять. Вы понимаете, это дорогого стоит. И губернатор Кемеровской области переименовал регион в Кузбасс. Я прочитал и думал, это фейк. Вот Кузбасс с таким «З», как вот на этих машинах нарисован. Я думал, это фейк. Оказалось, вот этот Цивилев инициировал акцию по поддержке спецоперации России на Украине. Со 2 марта название регионов и официальных материалов правительства области будет писаться «Кузбасс». Представляете, им надо будет переводить клавиатуру на эту «З». Они сейчас его, наверное, такими херами кроют все, кто набирает этот «Кузбасс». Вот с этим «З». Это ужас, конечно. Ну, понятно, что сидит там рожа, расхищает все на свете, да. Работает с Путиным, все у него классно, да. И как он считает. Ну, что нужно делать? Как патриотизм проявить, да? Ну, «З» вот такой написать. И вот пишут, что Скобеев по телевизору там называет, я телевизор не смотрю, слава богу, называет «Население Киева пытается спастись от войны». Это прямая речь. То есть, называет войной эту так называемую спецоперацию, которая и есть война, которая и есть очень такая кровопролитная война, страшная. Ну, видите, там что-то все в разном спошло. Для них принципиально не называть слово «война» по телеку, потому что война, война – это все. Лишь бы не было войны, все же эти рассказывают. И они сейчас, все эти единороссы идут в народ и говорят, это не война, это спецоперация. Чем эта спецоперация от войны отличается, пусть они объясняют. Спецоперация, блин. Не, ну, я понимаю, чем отличаются. Они в основном ввели полицейские части, потому что у них нет армии. Но это же все равно война. Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам до 21. Что-то они зачастили, каждый день теперь повышать будут. Ну, понятно, что ставки. Путин, помните, обещал все компенсировать. И что-то они все поднимают и поднимают. И ставки все кредитные в банках подняли. Понятно, что они, если там по ипотеке было, я не знаю, 15, грубо говоря, процентов, а сейчас только ставка Центробанка уже, наверное, столько же. Поэтому я думаю, посмотрим. Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка. Ну, посмотрим, как у него это получится, уйти с европейского рынка и остаться Сбербанком. Там говорят, акции Сбербанка сейчас на лондонской бирже 1 цент стоит. Да, я не знаю, насколько это правда, но мне звонили люди и прикалываются. Говорят, купить, надо два раза, говорит, не позавтракать и, может быть, весь Сбербанк купить. Акции Сбербанка на лондонской бирже стоят 1 цент. Хорошая цена, это к вопросу, а бабушка, которые в Сбербанке хранят свои накопления. Он просто обанкротится, скажет, теперь акции не стоят ничего, то есть можно смело брать все деньги и говорить, что извините, видите, нас грохнули. Так, когда эти акции стоили денег, да, какой-нибудь греф, который владел там огромным пакетом, ну, миллиардным, да, ну, что гробить банк, да, который несет золотые яйца. А сейчас, когда это 1 цент, 1 акция, да все, надо выгребать все. Говорят, ну вот, пожалуйста. Обанкротили злые пиндосы. IT-специалисты оценили вероятность блокировки смартфонов россиян из-за санкций. Отключение функций обновления не обезопасит владельцев смартфонов, да, и так далее. Ну, то есть, говорят, что и айфоны, и смартфоны, и так далее, могут заблокировать все запросто. Представляете, вот этот Карлик, блядь, пляшивый, как всем насрал. Просто жесть. А я предупреждал, что так и будет. А я предупреждал, помните, все время, говорит, блядь, я херую, знает, с каких времен. Всех предупреждал. Вначале начал политиков предупреждать, в начале 2000-х, говорит, ну, посмотрите, ну, что же, зачем он такой, он нас заведет, куда, блядь. Ну, кто-то вначале соглашался, даже действовали в общих интересах. А потом все они продались Путину, все эти, Володина, Говорухина и прочее. Кремль ответил на слова Байдена о российской экономике. Да, вот. На ногах устоим, Песков сказал, устоим на ногах. Это точно, устоишь ты, блядь. Захарова провела с учителями истории разговор об операции на Украине. Можете представить, какие мерзкие эти учителя истории, блядь. И вот они, вот я сказал, что они там не будут, не найдут, кто будет Путину подбрасывать. Видите, может и найдут такие учителя истории. Так и далее. Не знаю. Посмотрим. МИД России не допустил инцидента с НАТО из-за поставок оружия на Украину. О как. Россия отозвала просьбу к Турции пропустить военные корабли. Да, то есть они хотят, чтобы их пропускали. Или они уже утонули, эти военные корабли. Роскосмос требует гарантировать безопасность британских спутников он веб. А в противном случае запуск не состоится. Запуск должен быть 5 марта. Рогозин об этом. Что значит гарантировать безопасность британских спутников? Какую безопасность? О чем говорят они? Что они хотят гарантировать? Они хотят гарантировать, чтобы эти он веб, это спутники связи, которые интернет несут. Они хотят гарантировать, чтобы этот интернет не вывивалили на Россию. Понимаете, да? То есть они хотят контролировать этот вопрос. Полностью надзирать за этим вопросом. Чтобы весь интернет у них был под надзором. А если будет безнадзорный интернет, Путину хана. Поэтому для них это самый принципиальный вопрос, чтобы над Россией не было халявного интернета и устойчивого. Поэтому нужно всем вместе писать и просить Маска, чтобы группировки своих спутников он расположил над Россией. Чтобы свои системы приема вот этого интернета он продавал бы не так дорого. Ну может быть за какие-то нормальные деньги, как сейчас продают. Но чтобы раздавал в России интернет бесплатно. Потом мы с ним расплатимся, когда с Путиным разберемся. Сейчас для нас это принципиальный вопрос, чтобы был интернет, чтобы этот интернет был по всей России. Тогда мы в общем-то очень легко сможем заколбасить Путина в ближайшее время. Но я думаю, что и путинцы не будут интернет отключать. Потому что им тоже без интернета жить я нет никакого. Видите, в Украину, когда они заходили, они не стали выключать связи интернет. Потому что они сами пользовались связью интернетом. В России кончились лекарства. Да, то есть нам рассказывают, что невозможно заказать ряд лекарств в России. А скоро, я думаю, еда начнет заканчиваться постепенно. Путин подписал указ о новых льготах для российских IT-компаний. Видите, все как-то он пытается спасти российские IT-компании. Все больше и больше льгот. А Мишустин подписал соответствующее разрешение на то, что те IT-шники, которые приедут работать в Россию, сразу же получают вид на жительство и прочее. Представляете, тех IT-шников, да, сумасшедших, которые в Россию поедут. Когда война идет и все накануне революции. Всем уже очевидно, что сейчас будет рок-н-ролл. Новых заявил, что Россия в апреле установит добычу нефти на 95% от пандемийного уровня. Но Новых что-то загнался. Я думаю, что ничего подобного не получится. Ни при каких обстоятельствах. Да, можно даже по 100 сделать ставки. Цена нефти марки Brent дороже 180 за баррель. Представляете, как эти нефтяники все Путину благодарят. То есть, из-за его идиотизма, да, они все сейчас зарабатывают огромные миллиарды. А этот дурак гонит русских убивать русских. Украинцев убивать украинцев. Просто жесть какая-то. Проект «Мракоборец» призвал объединиться для борьбы с фейками об операции «З». Да, вот это социальный проект «Мракоборец» по борьбе с фейками. Блокировать в интернете фейковую недостоверную фальшивую информацию, которая ведет только к большему разжиганию конфликта и росту ненависти между двумя народами. И, возможно, к новым потрясениям. Кто же эти «Мракоборцы»-то, судя по названию, глядь, понятно, что это, наверное, путинцы, да? Я так понимаю. Не знаю. В общем, не уверен. Короче, есть какие-то «Мракоборцы», которые будут с фейками бороться. Война – это сплошной фейк. Там кроме фейка нет ничего на войне. Ну, еще убивают иногда и очень херово. Жрать нечего. Трудности определенные, да? Смартфон они не отрубят людей, никак мониторить будет. Как не отрубят? А зачем Западу мониторить людей? Они через фирмы отрубят, и все, поддержки не будет никакой. И все это будет. Деревяшкой, да? Пустой. Болванкой. Слава, как ты думаешь, возможно, что такое 24-й год, выборы хуйло снова принимает у них участие? Нет, конечно. Это просто невозможно. Нет, ну нарисовать может все что угодно. Но сейчас суть в том, что если раньше были желающие рисовать, то сейчас могут их и не найти. То есть, если все подойдет к тому, что Путин там собирается на выборы, на очередные, то может он не найти тех, кто захочет ему в этом помогать. Спасибо. 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 Продолжение следует...